Здравствуйте, уважаемые игроки! С вами канал AlexPro, игра FK Arena. И в этом выпуске мы подведем итоги первого дня героев Эспирии. И поделюсь с вами еще новыми наработочками, новыми советами по качественному прохождению этого события. И отвечу на самые основные вопросы, которые задаются в чатике, попытаясь осветить их в этом событии. Итак, дошли мы до золота 2, причем, как вы видите, да, смотрите, что у нас получилось. Получилось так, что я протопил вот в золото 3 до позиции, ну, почти предпоследнего города или же ворот, а затем чисто на своих построениях, то есть, давайте записи посмотрим, да, поражение, поражение. Вот меня тут перебросили во вторую лигу, да, то есть, тут накопили мне, вот, накидали очечь, потом перебросили уже в золото 2, и потом чуть-чуть, как бы, очечь сбросили. Причем, два поражения было, да, но мы при этом рейтинг практически не потеряли. Почему это происходит и вообще, как стоит вести стратегию прохождения, я вам сейчас и расскажу. Значит, появился я вчера на серебро 1, причем странно, как-то, да, вроде уровень аккаунта такой, ну, нормальный, порядочный. Вот серебро 1 быстренько протопил до золота 3, вот предпоследний этот самый вот участок был, а затем уже остановился. Использовал я в этот момент все свои вот наработки, а именно построение пачки, потому что базовое построение, которое здесь выводится, оно кривое, вот, то есть, там реально его нужно сразу буквально переделывать, перетасовывать, иначе, ну, дело не будет. Ну, то есть, переформировал построение, опять же, поставил во вторую пачку самую сильную команду, в третью, вторую по силе. Ну, относительно вторую по силе, то есть, тут, конечно же, да, нужно смотреть, опять же, синергичный бонус и бонус фракции команды противника. Вот, поэтому в плане защиты все было ровненько. Но в плане атаки, как себя нужно вести, какие команды атаковать, какие не атаковать и все остальное. Значит, есть вот такая вот тема, сразу о ней скажу, билетики, да, их нужно выкупать. Но первый день, если мы что сделали? Просто стартанули, наверх проскочили, то есть, обозначились и закрепились. Теперь нам понятно, какой у нас уровень силы, какой мы максимально тянем, какой максимально не тянем и так далее. Поэтому билетики теперь покупать нужно каждый день, но тратить их пока что не нужно. Событие длится две недели, поэтому билеты нам понадобятся буквально на последний день. Иначе мы просто-напросто можем, ну, давайте еще возьмем пятерочку. Дальше уже сильно, сильно дорого. Иначе потом мы в конце просто не сможем выстрелить как нужно. Почему так происходит? Все дело в том, что, чтобы занять высокий рейтинг, высокий уровень прохождения этого события, высокий ранг, необходимо биться с противниками, ну, скажем так, своего дивизиона, своей вот какой-то группы помощи, и тогда уже занимать, ну, топ или не топ. Но при этом будут проходить из низа, с самого низа, в самый верх топчики, да, которые там, ну, в два могут быть раза сильнее, чем ваша команда. Вот, и, соответственно, они вас будут сбрасывать вниз. Вот, и чтобы не тратить на это время, да, нужно действительно прокачиваться каждый день. Вот, потратили основные бесплатные попытки, на этот день все. Вот, следующий день заходим, уже противники, которые топчики, они пройдут повыше в дивизионе, и вы будете со среднячками и со слабенькими дальше биться. А вот в последний день, да, нужно будет поработать, чтобы занять максимальное место. Теперь, что касается команд, и как бить пачки с Айнзом, да, по выбору команд, на что стоит обратить внимание. Ну, понятное дело, это общий уровень мощи, да, то есть, если у нас есть вариант бахнуть кого-нибудь попроще, то лучше это сделать. То есть, выбираем по общему уровню мощи. Теперь второе, это мы выбираем по количеству очков. То есть, предпочтительнее, конечно же, получить 126 очков, чем 17. Но при этом 126 можно же и не получить. Вот, а 17 мы, скорее всего, здесь получим по-любому. Поэтому нужно искать баланс. Вот, к примеру, Каталист вроде предлагает нам свои 69 очеч, всего лишь 15 лямов мощи. И третье, наконец, ну, возможно, даже основополагающее в выборе команды противника, это состав команды у этого противника. Давайте посмотрим, к примеру, как здесь что будет выглядеть. Так. Вот такая вот пачка на Айнзе. Здесь какая-то усиленная типа пачка, но ничего такого прям сверхъестественного я не вижу. Так, и вот здесь. Значит, нужно выбирать таких противников, у которых всего лишь одна очень сильная пачка. Если есть такой противник, то мы просто-напросто берем и обходим эту команду путем перестановки. Ну, то есть смотрим, ага, какие команды здесь у противника, что там и как. Значит, допустим, команда с Эйром, ну, например, так говорю, да, типа опасная. Все, подставляем под нее слабую свою команду. Эти команды уже будем выбивать. Если нам кажется, что третья команда сильная, то, соответственно, подставляем под нее слабую команду и две остальные выбиваем. Но что-то мне подсказывает, что здесь команда сильная именно вторая. Вот, Айнс здесь не прокачан. То есть, когда мы видим вот такой вот вариант, да, набор вроде есть и Айнс, есть вроде как бы и Альбедо. Но они все на плюс 20, поэтому шикарнейших уронов там не будет. Единственное, за что стоит переживать, это действительно вот Эсо в этой команде может стать опасным. и Близнецы. Ну, а Ролан, это, понятное дело, во всех пачках будет. Так, что, будем пробовать его бить, да? Это кто такой у нас? Это вот этот, да, 126 очечь. Ну, в принципе, вроде нормальный такой, как бы, гусь. Сейчас попробуем, наверное, его бомбануть. Ну, да, здесь вот это вот опасное. Ладно, пробуем. Так. О том, как бить пачки на Айнзе, вот, как раз рассмотрим в этой битве. Тут главное продавить вторую команду, потому что здесь у нас опасно есть вот стрелок Гвинет. Если она бомбанет, а она, скорее всего, бомбанет, то наши герои могут пострадать. Перемещаем Айнза вниз, потому что нам нужен Рован по центру. Вот Айнзу не важно, где быть. Далее есть Саурус. С другой стороны, я бы, честно сказать, Сауруса поставил бы... Под Сауруса, наверное, лучше бы вот так вот даже сделал. Сильные уроны будут, не будут, вот непонятно. Но вообще ускорения нет, поэтому Гвинет будет слабо бить нашего основного уронщика. А то, что она будет именно его бить, это даже плюс, потому что он перезарядится энергией. Так, здесь, скорее всего, мы победим. Вот вторая пачка. В общем, первая пачка. Давайте посмотрим, может, даже и здесь получится победить. Нет, здесь победить точно не получится, потому что... Ну, слишком уж мощные ребята. Разве что вот так вот попробовать, что ли, сделать. Или даже знаете что? Или даже давайте попробуем. Да, даже вот так вот попробуем сделать. Подложим вот такую вот свинью. Прохилов у них здесь нет, поэтому попробуем сыграть на продавливании. Ну, мало ли, может и повезет. Так, ну и, наконец, третий поединок. Что здесь у нас будет? Третий поединок. Мы сейчас будем подтягивать вот этих вот основных злодеев, да? Вот, в результате чего? Даже, наверное, не так. Даже, наверное, вот так вот. Нет, все-таки. Давай вот так вот сделаем, да. Рован не даст достаточный толчок для Айнза. Вот, и все остальные противники у нас окажутся под ударом. Мощные уроны будут носить Саурус и Эйрон. Как-то так. Поэтому, я думаю, здесь мы победим. Что касается уничтожения вообще Айнза. Когда Айнз не прокачан на максималку, с этим справится практически любой хороший урончик, который вносит разовые уроны. То есть, допустим, та же Гвинет, если бы мы ее сюда поставили. Аталья хорошо себя тоже выбивала, ну, вела бы. Кто еще у нас тут есть? Сесилия. Сесилия снижала бы общий урон от Айнза. И тогда, соответственно, он становится бесполезным. Ну, и, наконец, еще стоило бы отметить Дэймона. Дэймон прям вообще вырубает Айнзов, пачками прям глушит их. Ну, и Оден. Оден, конечно, молодец в этом плане. Единственное, что не факт, что он бы пережил первую ульту. То есть, у Одена слишком мало ХП. А так вообще сейчас он шмаляет, вытягивает энергию со всех подряд. Так, ну, пробуем, в общем, бой. Смотрим, что получается у нас. Так, ну, здесь, понятно, ну, скорее всего, накидают нам, да? Наваляют. Да, наваляли. Все, понятно, отлично. Второй поединок. Что будет второй поединок? Нет, 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 Айнза слишком, слишком сильно. Да, все-таки расчет сделан был неправильно. Гвинет уничтожила Айнза. Ну, а без Айнза нас здесь просто-напросто перебьют. Ну, скорее всего. Потому что основные уронщики у противника есть. У меня же основных хилеров нет. Да-да-да. Все, проиграли. То есть, стоило чуть-чуть, наверное, по-другому расположиться. Давайте попробуем все-таки чуть по-другому расположиться. Это уже вопрос принципиальный, чисто. Все-таки вот так вот сделаем. Ну, а здесь оставим так, как есть. Все, что нам нужно, это, чтобы Айнс ультанул хотя бы один разочек. Фу, вот это да. Вот это вообще занос был, да, мощный. Как у них такое получается? Не ясно. Да, то есть не удалось ультануть как бы даже разочка. Вот поэтому все-таки этот противник оказался нам не по зубам. Поэтому будем бить, конечно же, чуть-чуть других персонажей. Так, здесь у нас кто и что? Так-так-так-так-так-так-так. Ну, здесь тоже как бы опасно. Но можно продавить, наверное, первую и вторую команды. 6-5-6. Да, здесь, смотрите, 6-5-6. То есть последняя одна из самых сильных команд. По прохождению, опять же, как лучше распланировать стратегию вообще прохождения здесь по игре. Так, здесь у нас кто? Здесь у нас... В принципе, можно взять этих, да, товарищей. И вот этих, да. Чуть-чуть поменяем сейчас пачки. Вот так вот. В таком случае у нас Эйрон не сможет притянуть ни Артура, ни Айнза. Смущает, конечно, Тази, потому что опасный персонаж действительно. И то, что есть ускоритель. Ну, здесь, в принципе, нормас. Единственное, вот так вот, наверное, сделаем. Мне нужен будет Хиллер. Чтоб он остался жив. Когда Талию я, конечно, обычно ставлю вот Талену. Очень удачно получается у нас тогда команда. Но здесь мне нужен толчок, то есть ускорение, для того, чтобы перебить ускорение от Близнецов. Поэтому пробуем пока такой расклад. Так, что там Айнз успеет, не успеет. Проблема, опять же, Айнза здесь заключается какая? То, что Айнз без артефакта на магов. Почему Айнз опасен? Потому что он получает 300 энергии в начале раунда. Но если этого не будет, вот, как вот сейчас, например, да, Айнз становится уязвим. Причем очень сильно. Да, отлично сработало. Смотрите, Айнз уже второй раз бьет своей ультой, Айнз даже ни разу не прочухался. Ну, здесь, видимо, опять же, проблема ускорения была. Так. Что-то выбивать Айнза в принципе можно. Единственное, нужно грамотно составить команду. Ну да, здесь-то мы победили. Скорее всего, вот, последняя пачка. Точно проиграем. Ну, а Талия не сдается, смотрите. Прям мощно. Да, возможно, стоило Айнза ускорить для первого боя, чтобы победить. Но, опять же, это только возможно. А как бы там оно получилось, сказать не решаюсь. Здесь же точно проиграем, потому что есть три основных уронщика во втором ряду. У нас же только один. Ну, два как бы. Все, и того, остался один. Ну, правда, у нас есть Талена и у нас есть Торан, который бьется от хила, от отката. Но нет, не удалось затащить. То есть, как-то так. Теперь, что касается вообще стратегии прохождения. Желательно, если вы переходите из одного дивизиона в другой, то желательно не оставаться вот на последнем дивизионе, вот, к примеру, золото 3 в самом верхнем замке, а перейти уже в самый нижний замок, вот, в золото 2. Тогда будет гораздо проще сдерживать вот свои очечи. Да, вот смотрите, мы два раза, даже три раза проиграли, но при этом рейтинг не потеряли, потому что уровень силы противника был чуть-чуть повыше, чем наш. Вот и все. То есть, все очень-очень просто. А вот когда мы находимся на верхней точке, тогда здесь у нас уже и игроки дивизиона, посмотрите, мало их, да, и все хотят пройти, соответственно, вверх. Здесь же игроки дивизиона 2000, да, поэтому вероятность того, что попадут именно на вас и будут бить именно вас, гораздо ниже. Вот, поэтому смотрите сами, чтобы получилось у вас завершить день на хорошей ноте, то есть, чтобы остаться на первой ступени нового дивизиона. Как-то так. Ну что ж, друзья, на этом пока все. Понравилось видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А будут вопросы, пишите в комментариях и в наших соцсетях. Пока-пока и до встречи в новых выпусках.